хоба привет с вами доктор влад я немножко уже снег поубирал новой лопатой и знаете что я вот подумал я сейчас когда снег убирал у меня что-то левое бедро заболело да я сейчас покажу способ как избавиться от этой боли ну видимо это забедренный сустав смотрите очень просто я уже не буду раздеваться я просто покажу вам вот этот приборчик ну вы знаете многоигольчатый молоток видите иголочки какой-то пух подцепился вот он крутится вот да я себе бедро буквально две минуты вот этим значит валиком прокатал а сверху мазь деклофенак знаете такой деклофенак все ребята пять минут прошло и она у меня не болит совсем понятно то же самое можно использовать если у вас рука заболел сустав да вообще где угодно и будет вам счастье ну и новость какие в сша задержали пожилых супругов с оружием пытавшихся передать письмо байдену вот так куда они принесли президенту америки джо байдену письмо в белый дом при этом они были вооружены вот так простенько и со вкусом 66-летняя женщина ее муж их остановили на контроль на пропускном пункте в здании после того как они сообщили что приехали для встречи с байденом заметив у них пистолет сотрудники полиции задержали арестовали гостей в машине нашли еще один пистолет что было в конверте пока неизвестно о как пистолетом приехали к президенту кто бы к путину поехал да суд новосибиристи отменил решение о признании законным бездействие ска в связи с отравлением алексея навального как-то сложно они здесь ну в общем короче говоря следственный комитет бездействовал и суд признал что они правильно бездействуют но в отношении отравления навальный вот сейчас они признали это незаконным и или законным ну короче опять должны они навальному давать ответ откроют они но не навальному тут кто-то подавал я не знаю но команда навального да вот и они должны следственный комитет должен дать ответ открывают они дело по его отравлению или не открывают вот такие дела да ничего не не ответит эта фигня в горловке совершено покушение на одного из командиров днр бомба сработала когда мужчина ехал по центру города в этот момент в автомобиле также находилась его дочь оба в больнице больница ну такая бомба так чубайс назвал спасителя российской экономики девяносто восьмом году путин наверно да не не путин кудрин кудрин спас российскую экономику ахахах началась я вообще спокойно смотреть не могу мне смешно на путина не могу смотреть по причине физическое отвращение а чубайс нам не смешно просто но никто и звать его никак тем не менее он один из так сказать людей которыми которые вам вами управляют опубликован рейтинг регионов россии по качеству жизни двадцатом году москва санкт-петербург московская область все остальные далеко далеко а самые плохие это чё то тут еврейское автономное забайкалье карачаево черкесия и тыва вот такие дела в россии за сутки выявлено 14 207 случаев коронавируса а вчера было 14 185 ну примерно так же пишут пишут ребята конечно пишут какой разговор что вы думаете правда что ли да господи в совете федерации оценили идею ввести уголовную ответственность за оскорбление ветеранов за оскорбление ветеранов уголовка ох елы-палы с ума посходили да недавно там все сумасшедшие в новосибирские томски задержали группу финансировавшую террористов в отношении гражданина россии и иностранца возбудили уголовное дело боже мой как вот кого-то они финансируют какую-то организацию катиба таухид вальджихад говорится в сообщении фсб по новосибирской области но они сами создали и сами арестовали москвичи предупредили самых сильных за зиму морозов на этой неделе температура может упасть до минус двадцати шести градусов вот так ребята там чё в москве то опять опять туман будет у владимира ночевать подо льдом антарктида нашли загадочные живые организмы да какой-то сперматозоид нарисован только красивый что-то нашли да между морским дном и шерфовым ледником какие-то неопознанные существа но они маленькие это не эти это не те которые зеленые человечки зеленые человечки все вон в донбассе правительство направить 10 миллиардов рублей на закупку лекарств для детей вообще-то очень хорошая новость но но направить 10 миллиардов значит фонд поддержки детей под названием круг добра я таком не слышал полез смотреть а так это путин его организовал круг добра то есть деньги поступают и уходят входят и выходят а детям больным да пускай умирают да ребят я серьезно говорю авиапро пишет одного полного залпа ракетами циркон хватит на четыре авианосных группы сша ну так вот этот циркон он он есть в мультике больше его нигде нету нигде его нету ребята на сегодняшний день гиперзвуковым вооружением в мире владеет лишь россия и китай а попытки сша приблизиться хотя бы к созданию портотипа пока что не увенчались успехом да но вы знаете все умы все ученые из сша едут в россию там работают хорошо живут да какая чушь вот это все а россиянам объяснили рост цен на продукт объяснили цены на продукты будут повышаться понятно вам но вот это такое объяснение билдет считает что последствия изменения климата будут намного хуже чем пандемии ой господи чем тут не пугают а и климат меняется и пандемия еще какая-то и было его мужик живет сегодня как говорится и зарабатывает плотник из зоологического института ран но российской академии наук полгода продавал черепа экзотических животных школьнику из лаборатории зооинститута ран санкт-петербурге пропали 50 черепов древних экзотических животных так им оказался подозреваемый оказался ранее судимый мужчина работавший в институте плотником и он продавал их да вот кому школьнику какому-то большая часть украденных черепов один из покупателей школьник из санкт-петербурга приобретал экспонаты для собственной коллекции а также для последующей перепродажи согласно экспертной оценке стоимость похищенного составил три с половиной миллиона рублей а он черепушки продавал от двух до пяти тысяч нормалек да и никто не видел а ты не знаешь почему провинциальной россии врачей нет и не будет статья ну почему потому что никто не едет а чё там делать но я работал в деревне врачом ну там там же скукотище и больных то там нет никаких ну там знаете как в деревне там вот в больнице лежат просто люди ну допустим на зиму дров нету да и в ну вот кое-как в больнице перебиться а потом весной уже назад больных нормальных увозят в район куда а в деревне в больнице но вот в провинциальной россии да в деревне больницы ну кто там лежит бабушки старушки а больше никто ну кому в здравом уме по значит придет в голову идти в больницу и ложиться там когда огород корова ну ладно вы это все знаете без меня под землю ушел даже столб огромный карстовый провал образовался в нижегородской области да яма да огромный пласт почвы рухнул вниз на глубину пять метров боже мой деревня бабасово павловского района счастью туда никто не упал но дом рядом здесь и дом упадет тоже ох 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 даже уже россия проваливается под землю в эндельском подъезде 23-летний насильник набросился на возвращавшуюся с работы женщину я вам подробности рассказывать не буду но меня знаете что удивило эндельс это ну через через волгу от саратова да небольшой городок эндельс но как небольшой но при мне было 300 тысяч примерно все-таки более-менее да я чё хочу сказать вот здесь вот такая фраза меня удивила оказавшись на лестничной площадке злоумышленник применил к покровчанке физическую силу покровчанка раньше был город покровск потом назвали эндельс и чё сейчас получается в эндельсе живут покровчане и покровчанки это как непонятно ребята мне поясните если кто там из саратова то есть чуть там придумали то еще так ладно районной больнице белгородской области выплатит 300 тысяч рублей за смерть пациента женщину да погубили сделали операцию без проведения медицинских исследований а она кассу гинекологическую операцию сделали а у нее касса рак был и в общем да позднее выявление онкологии еще вот эта операция ненужная практически ненужной была вот подумали что одно оказался рак а рак выяснили позже в общем 300 тысяч ему взыскали с больницы новость королевства меган маркл и принц гарри ждут второго ребенка а у них один разе помог давно вот эта новость новое пополнение в королевской семье появилась прессе день святого варентина так мы можем подтвердить что арчи будет старшим братом гельцог и гельцогини сосекский с радостью ожидают своего второго ребенка да ну и хорошо пускай драка в кош агатче это горный алтай мужчина откусил противнику нос елы по и знаете что вот это вот статья умышленное подчинение тяжкого вреда здоровью выразившегося в неизгладимом обезбораживание лица до восьми лет ребята комментарии меньше пить водку и все проблемы решаться ну да ребята еще кто-то кричит иншалла а это не знаю что такое иншалла может кто-то мне кто-то мне подскажет зомби аленка идет с молотка торги за нашумевший памятник начнутся с 1 миллиона рублей вот это самая аленка да за миллион ее хотят продать офигеть офигеть это еще аукцион начнется с миллиона сколько за него платит неизвестно сумасшедшие сумасшедшие все в череповце задержали пьяного школьника за рулем пацану 13 лет рядом друг и водка у них там машине была и в общем кое-как задержали нормалек чё еще раз скажу машина мамина а вот глава мид перу ушла в отставку из-за вакцинации от коронавируса вне очереди вот она где-то там завакцинировалась а ее бах выяснили что и уходит уходит глава мид надо лошадь что ли как-нибудь вакцинировать а другого дадут так 10 генералов решили уволиться из росгвардии 10 генералов подали рапорты об увольнении росгвардии а зачем почему что-то как-то странно да ребят вот так вот в один день пишут да заместитель главы фас евраев ушел в отставку федеральной антимонопольной службы они чё побежали что ли уже вы там смотрите кто рядом с аэропортами живут если живете там на медведев объяснил фото с фонарями своем инстаграм в инстаграме дмитрий медведев опубликовал у как раз в ночь фонариков он опубликовал фотографии фонарей и чё-то это как-то странно людям показалось он пишет нет 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 это в поддержку настоящей русской зимы но фонарик есть фонарик ребят странно поздно назвал самого неприятного гостя своей передачи и знаете это кто и знаете это кто это вот морда то знакомая яровая ирина анатольевна вице спитер госдумы автор множество резонансных законопроектов но с госдума теперь ругается да это горд вообще горд кошмар был да хорошо и еще опять про кошмары но это уже twitter на свете нет никого омерзительнее маргариты симоньян и вот она ответ нула здесь у себя маргарита симоньян день святого валентина 235 девушек выстроились шеренгой в поддержку улетевший в германию навальный у стальных есть мужики да и у тебя тоже есть мужик только на него без слез не взглянешь мама позвонила рассказать что сегодня впервые вышла проявить свою гражданскую позицию одна с фонариком во дворе в нашем маленьком родном город городке бронницы горжусь маму ли ну молодец какая пришли счета за январь мне повысили пенсию на 800 рублей коммуналка подорожала среднем на 700 электричество на 100 где моя прибавка про продукты и все остальное вообще молчу да ребята да про продукты я в шоке никогда не смотрела 70 или 80 100 рублей рис гречка тут нужно было купить рис рис намного больше 100 разные гречка около 100 и еще дальше это все байден не успел вступить в должность сразу бросился ценники переписывать в магнитах и пятерочка вот так вот во франции проваленного вакцинации в россии вакцинации идет полным ходом это путин да говорит россия справилась лучше всех а в ес и штатах вообще полный развал и вот смотрите тем временем кто-то посчитал количество доз вакцины на 100 человек в израиле 72 в объединенных арабских эмиратах 50 южной кореи 22 сша 15 маловато что-то франция 41 бразилии 2 и 4 россии 0,6 десятых доз вакцины на 100 человек вот так дальше наш президент не может врать он просто не знает так как способный мальчик так быстро плохому научился знакомьтесь это серёжа он депутат госдумы от партии ядро и сын артиста миши боярского серёжа предложил штрафовать народ за неугодные для властей посты в соцсетях на 5 миллионов рублей молодец семейство боярских ублюдки всегда одного ой михаил дебиленыш серёжа без без таланной лиза да да вообще-то правда у меня во дворе больше десяти человек с фонариками вообще это очень крутое ощущение осознать что рядом живут единомышленники да маловато ребята если россии управляют западные кукловоды то зачем вообще путин тогда на ужинку так оно и есть моем дворе фонарики зажгли 15 человек мы на лётом морозе проговорили 40 минут о политике будущем россии я впервые за много лет чувствую себя по-настоящему счастливой может быть может быть не знаю 10 там 15 там мином обр отменил егэ по иностранному языку который подталкивает учеников уехать из арфе среднесрочных планах отменить физкультуры которые учат как убежать из арфе а также географию которая показывает куда бежать из арфе и конечно же историю которая рассказывает зачем это делать и тут дальше в ссср иностранные языки очень хитро учили разговаривать на них все равно не могли а уж общаться тем более не знаю ребят это вот это почему то вот так вот считается что в ссср плохо учили иностранным языкам но я не вместе учил и потом когда поехал в германию но я болтал с ними не скажу что свободно после после десяти классов и но в институте да в институте там ерунда там языка не было одно название так что учить надо было вот и все так жители краснодара не стали оставаться своих дворах и решили пройтись протестным шествием по городу москвичи и питерцы берите пример да уж краснодара брать пример да никого не убили но это ладно это хорошо россия это единственная в мире страна которую запад окружает со всех сторон света вот это да слушайте во все времена были подонки моральные уроды жлобы тупицы воры хамы ублюдки гопники садисты бандиты убийцы ничего перечень да но только в нынешней россии все это концентрированное дерьмо называется властью ребят я вам миллион раз говорил что и в америке есть и тоже вот эти вот и подонки и хулиганы и бандиты и кого только нет и мафия и так далее вот ну все зависит от процентного соотношения по если в америке она встречается то в россии это образ жизни понимает вот и все да у нас вот чикаго есть саус сайт там где в общем даже днем ходить опасно а в россии вообще во все днем ходить опасно понимает россия вся вот наш саус сайт и последнее вот этот день и настал во время награждения ангелины голиковой конькобежный спорт вместо гимна зазвучал первый концерт чайковского кто там грозил катюшей а вместо флага было поднято полотнище символикой игр в сети звучат мнение что символически нашей страны больше нет да наверно да этот день настал всего хорошего до обеда ребята с вами доктор влад пока